Почему министр внутренних дел Республики считает преждевременным открытие площади для проезда транспорта? Этим глава правоохранительного ведомства поделился сегодня на встрече с журналистами. В министерстве прошла пресс-конференция с участием представителей СМИ Республики и блогеров. Министр представил отчет о проделанной работе за минувший год. Так, по его мнению, большой проблемой на сегодня остается незаконный оборот оружия и наркотиков. В целом, тяжелое время для Дагестана миновало. За последние 10 лет в регионе погибло 370 сотрудников правоохранительной системы Дагестана. Среди них молодые ребята, и это серьезные потери для Республики. Благодаря планомерной работе силовиков сегодня вопрос с безопасностью уже не стоит так остро. Это правда, что в нашем регионе в три раза безопаснее, чем в целом по стране. На самом деле у нас народ не криминальный. И сам факт, что в полтора раза меньше преступлений регистрируется, чем в Северокавказском федеральном округе, и в три раза меньше. И это идет не один, это не статистика одного года. Это десятилетие уже идет это все. И это подчеркивает о том, что не криминальный народ у нас, как его хотят преподнести где-то. Я вам ответственно говорю, я говорил об этом и в народном собрании, я говорил об этом и в прежних выступлениях. Вы знаете, преступление экономической направленности, расхищение бюджетных средств есть во всех субъектах Российской Федерации. Где-то больше, где-то меньше. И мы в этом плане не занимаем первое место в мире. Несмотря на умеренно стабильную ситуацию по безопасности в Дагестане, инициативу открытия центральной площади столицы для проезда транспорта в МВД не поддерживают. Уже все маршруты в течение десятилетий отработаны, маршруты все ходят. Эту дорогу вы видели, именно проезжую часть сделали капитально, в случае необходимости она может быть использована как транспортный узел. Но в то же время мы, вот да, это позиция МВД, пока считаем, что преждевременно открывать эту дорогу. В силу разных обстоятельств, а вы знаете, какие это были обстоятельства. Здесь минометы государственные учреждения обстреливали, разные были обстоятельства. Высказался Абдурашид Магомедов и по поводу извинений на камеру, которые регулярно публикуются на странице МВД. Министр сказал, что если человек совершил правонарушение и хочет извиниться за это на камеру, то ему надо дать шанс. Но принуждать его это делать не нужно.